Здарова общага! Сегодня будем с вами готовить вяленое мясо, оно же бастурма. Приготовление мяса вяленого делится на два этапа. Первый этап, нам нужно просолить мясо и вытянуть из него всю лишнюю воду. А второй этап, это собственно вызревание самого мяса в прохладном месте. И вот так у нас будет выглядеть куриная грудка после того, как неделю она повисела у меня при температуре 18 градусов в подвале. И потом, поскольку я уезжал с дачи, я ее просто положил еще на недельку в холодильник. При просолке мяса мы используем нитритную и обычную соль. Нитритная соль используется в качестве консерванта, она не даст развиться в мясе различным бактериям. Ну и немножко влияет на цвет и вкус. На самом деле, я раньше вялил и без нитритной соли, было все нормально, но поскольку начали шутки шутить про то, что сальмонелла вошла в чат, на моих видосах я решил ее использовать. Итак, теперь показываю, как я это делаю. На 2 килограмма мяса у меня получилось 2 чайные ложки нитритной соли и 4 обычной. Дальше в большую посудину мы отправляем наши куриные грудки и посыпаем нашим составом из солей. Мясо мы выкладываем ровным слоем, дальше мы его отправляем под гнет на 24 часа. Спустя сутки мы промываем наше мясо от соли и оставляем его вымачиваться на полтора часа, чтобы вышла лишняя соль. Далее мы обволакиваем нашу курицу в специи. Специи выбирайте на свой вкус, можно взять готовые из магазина, можно попросить на рынке что-то намешать. Для курицы, для рыбы, для мяса. Все на ваше усмотрение. Единственное что, если вы немного пересолили вашу курицу, то выбирайте специи, которые не содержат в себе соль. И наоборот, если вам кажется, что мясо слабосоленое, то выбирайте готовые специи, которые включают в себе соль. Ваше мясо в процессе созревания наберет нужную соль. Далее, с нежностью, присущей только матери двоих детей, мы пеленаем наше мясо в марлю. Далее мы подвязываем наше мясо, чтобы в процессе сушки оно не потеряло форму. Кстати, я использую шпагат, но некоторые люди используют канцелярские резинки, а некоторые даже используют пластиковые стяжки. Марля нам нужна для того, чтобы мясо просушивалось равномерно и не покрывалось сухой коркой. Дальше нам останется только подвесить это мясо в каком-нибудь прохладном, проветриваемом месте дней на 7-14. Все зависит от того, насколько большие куски и насколько вы любите мягкое или жесткое мясо.